Комплекс мер по стимулированию инвесторов включает налоговые послабления и помощь от государства. В частности, речь идёт о выплате компенсации до 30% капитальных затрат после ввода проекта в эксплуатацию. Государство обеспечит даже спрос. Заказы на товары и услуги инвесторов со стороны национальных компаний будут гарантированы. Освобождаются инвесторы и от корпоративного подоходного налога, в том числе на имущество и землю до 10 лет. Немаловажный вопрос привлечения рабочей силы. Кто здесь в Казахстане работает, они все прекрасно понимают, насколько это трудная задача, потому что привлечение рабочей силы квотируется. Надо будет обращаться к КИМАТ, управление, к воду утверждается постановлением и каждый раз это нескончаемая головная боль. Поэтому сейчас принято решение, что необходимо получить только в течение одного... То есть пока идёт объект, не вводится, можно привлекать сколько угодно. И после ввода объекта ещё на один год можно оставлять этих рабочих без квот и разрешения. Стоит отметить, что вместе с иностранным капиталом в страну приходят зарубежные специалисты и инновации. Поэтому выгода двойная, не только деньги, но и опыт. Объём инвестиций в основной капитал республики в прошлом году превысил 6 триллионов тенге. В этом году половина 500, которые направляются на развитие инновационной активности, развитие малого и среднего бизнеса и оздоровление финансовой системы. 100 миллиардов из них, которые направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, уже начали работать, давать определённую отдачу. Скажем, кредитование экономики города банками за 8 месяцев увеличилось на 20%, а малого и среднего бизнеса на 40%. Стоит отметить, что вместе с иностранным капиталом в страну приходят зарубежные специалисты и инновации. Поэтому выгода двойная, не только деньги, но и опыт. А чтобы инвесторы могли спокойно работать, необходимо упростить выдачу разрешительных документов. Внедрение принципа одного окна – ещё одна мера, которую предусматривает правительство. Все эти меры Кабмина разработал полгода назад. Зарубежные инвесторы оценили беспрецедентные льготы и даже заинтересовались. Я вижу новый закон об инвестициях, который был принят в этом году. Если почитаешь положение этого закона, я, во всяком случае, человек, который по всему миру инвестировал уже 50 лет, довольно много времени я был инвестором. Я был чрезвычайно впечатлён условиями этого закона. Я был также впечатлён тем, как реализуются некоторые положения, и если их не сделать, например, некоторые вещи, если не сделать за несколько дней, то дальше двигаться не можешь. Именно это хочется видеть в стране, куда ты вкладываешь деньги, свои усилия, своё время. Но получить такие преференции можно только под проекты, превышающие 20 миллионов долларов. Речь идёт о крупных объектах в сферах – машиностроения, туризма, перерабатывающей, химической и пищевой. Сейчас основными инвесторами в Казахстане являются США, Германия, Великобритания, Япония и Франция. Продолжение следует...